Михаил Михайлович, с такого вопроса начну. Понятно, что, выпуская сегодня Мария Митая на левом фланге обороны, вы хотели дать больше свободу Наиру Текнезяну игре, играть в атаке. Но мне кажется, что это, так скажем, выход Митая больше сумбура создал, чем позитива. Согласитесь с этим или нет? Ну, вам-то уж точно сложнее оценивать, чем нам, да? У нас были определённые цели на это взаимодействие. Чтобы перекрыть свободное пространство за спиной, чтобы больше внимания было уделено Гаевичу под вбегание в обороне и Текнезян, в принципе, наше начало, 30 минут, оно, в принципе, всё работало. У нас были очень хорошие моменты, три момента, которые должны были забивать Тюба, Пеняев. И Самошников, да? То есть у нас эпизоды были очень хорошие. И, к сожалению, вот два быстрых мяча, которые мы пропустили, фактически у армейцев, и за это время подходов-то не было, да? Вот, к сожалению, они предопределили результат, я думаю, что... Но мы в любом случае поздравляем соперника с победой. Сицкая сегодня был сильней, поэтому здесь надо отдать должное сопернику. Спасибо. Ещё вопросы? Добрый вечер, Косяков Александр, Мире спорта, интернет-издание. Михаил, но вот вы второй матч проводите с ЦСКА, прошлый матч был 1-1, сейчас 1-4. Вы ту игру хорошо помните. Что не пошло в этой игре? Индивидуальные действия Чалова и Мухина сказались, или что-то ещё не пошло? Что всё-таки не пошло после вот этих 30 минут? Ну, мы были немножко инертны, потому что нацеливали наших игроков больше играть на пространстве, больше делать скоростных взаимодействий. Соперник грамотно, в принципе, позиционно бронялся, не было свободных зон, куда бежать. И мы фактически на месте получали мячи в приём, с нами достаточно комфортно играть, и мы попадали на ответные атаки. Поэтому я думаю, что вот один из вариантов, но ещё раз говорю о том, что, к сожалению, вот этот вот, знаете, когда очень такая идёт игра тактически равная, плюс-минус, да, и очень важны нюансы. И, к сожалению, мы вот эти вот ошибки допустили с точки зрения 11-метрового удара, и тут же вот быстрый вот мяч Акинфеева, мы попадаем под вбегание игрока из глубины и пропускаем быстро второй мяч. То есть дальше, конечно, уже эмоциональный запал немножко другой, и армейцы перехватили инициативу. И второй вопрос. Восемь пропущенных мячей в четырёх матчах – это всё-таки многовато? Будете что-то с обороной дальше думать, потому что всё-таки… Да, тут вопрос неколичественный, а вопрос качества. Да, тут можно как угодно переставлять. Нам необходима стабильность, нам необходимо работать над качеством, чтобы, безусловно, стабилизировать игру в обороне. Не только четвёрки защитников, но и всей команды. Спасибо. Спасибо. Ничего, вопросы? Максим Кушевский, Газета.ру. Михаил Михайлович, расскажите, вот можно ли сказать, вот вы два раза защитили на вопросы, и оба раза упоминали, что второй гол стал ключевым? Можно ли сказать, что после этого как будто бы команда так наломила, и вот что именно второй пропущенный гол был ключевым? И второй вопрос. Вот по Нейроте Книжану, вы попробовали поставить его сегодня наверх, чуть повыше, будет ли вы пробовать ещё раз подобную схему, несмотря на неудовлетворительный результат сегодня? Ну, результат и его взаимодействие точно никак не связан. Вы нацеливаетесь только на одно взаимодействие, а то, что глобально это взаимодействие там до пропущенных мячей, оно полностью работало, у нас была острота, и фактически мы перекрыли все зоны, которые там были необходимы. Но вот если брать нюансы, стратегически посмотрим, в зависимости от характера матчей, которые нам предстоят. Спасибо. Ещё вопросы? Короткие, конечно. Михаил Михайлович, вот мы с вами после Рубина говорили по поводу центральных защитников. Вот сейчас я, в частности, высказывал мысль о том, что Кузьмичёв и, соответственно, Погостнов оптимальный вариант. Несмотря на четыре мяча, я считаю, что, в принципе, они сыграли нормально. Как считаете, в дальнейшем они будут продолжать основную часть нагрузки вести на себя или всё-таки какая-то ротация именно в центральной зоне защиты планируется? Ещё раз повторюсь, что необходимо сейчас проанализировать те ошибки, которые были допущены, из каких зон кто индивидуально ошибался, от этого дальше принимать решение. Но самое главное посмотреть, потому что через два на третий уже кубок, и ротация будет в любом случае. И здесь не надо смотреть на результат или кто ошибался. Поэтому это что касается Кубка. А что касается игры чемпионата, уже проанализируем. Ещё раз повторюсь, что и подправим ошибки. Кубка. 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 Кубка.